МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации Толерадо и компании Гомель, у студии Натальи Игнатенко. Добрые ранницы. Представник управления Верховного комиссара ААН по справах беженца Ужан и Убушарди и посол Добройволи Искуя Балян наведали Гомель. Они ознайомились с умовами, которые створены у городским центры социального обслугования семьи и детей и встретились с беженцами. Так само представники ААН приняли уделу открытие фотопроекта «Выбор», присвеченного переселенцам из Украины. Дмитрий Котов протягнет. У городским центры социального обслугования семьи и детей беженцы отримливают шассовый притулок. Тут они могут проживать до года. После ААН допомогает с пошуком жилья. Головная проблема, якая перешкоджа худкой интеграции – молный барьер. С мета его передоления ГДУ имя Франциска Скарыны организовали бесплатные курсы по выучению русской мовы. Марина Колбая с семьей приехала в Гомель с Грузии в 1995 году. Жаншина стверждает, что зараз беженцам значно простей. Сегодняшние умовы нельзя поравновывать с теми, что были 20 годов тому. Я считаю, что приезжаешь, обязательно надо уважать то традиции, то все, которые есть уже в этой стране. Да, уже ты приехала, потому что если не нравится, надо уехать назад. Если нормально, тогда надо привыкнуть к этому, что надо жить так, как они живут, потому что по-другому никак не получится. Проект таки зараз реализуя у Гомели ААН допомога семьям переселенцам Сирии. Разом с молным барьером для их истнуе проблема праца лоткованья. И не тому, что гэтые люди не жадают працевать. Шаста подтвердит специальность Нельга за отсутствие необходных документов. Человек имеет образование шеф-повара, но у него утеряны лицензии и документы, подтверждающие это. Ему сейчас нужно будет заново проходить какие-то курсы, где нужно подтвердить это все. Конечно, сложно, когда человек имеет профессию в руках, но не может трудоустроиться только потому, что у него нет документации. Деньги, которые поступают, пойдут не только на обучение, на какие-то бытовые моменты, но и в том числе на восстановление документов. Организация объединенных наций мая намер и далей оказывать активную допомогу людям, які по разных причинах были вымышены покинуть родный дом. У першу чаргу это связано с повышением якости умов проживания. Мы стремимся к тому, чтобы условия жизни были лучше, в особенности беженцев, с которыми работаем. Это лица нашей компетенции. Мы можем оказывать, конечно, наиболее уязвимую помощь по размещению, оплату по жилью, чтобы они смогли как-то удовлетворить свои потребности в потребности жилищных условиях. Одним словом, мы стремимся к лучшему и мы всегда даем себе отчет в том, что нет предела к совершенству. Так само представники Организации объединенных наций приняли удел у открытия фотопроекта «Выбор». И он присвеченный жити семью украинских переселенцев. На 17 фотографиях – звычайные люди, які, ратуючи уласное житё, приехали на Гомельщину. Разом со здымками проникнённые истории. У каждой семьи они разные, однак их обедновывая агульная беда. И не глядячи на испыты, они смогли почать житё знов у Беларуси, якая для усіх стала другим домом. Дмитрий Котов, Дмитрий Радзянко, телерадиокомпания «Гомель». Правооховная служба Гомельщины отзначила 97-ю годовину с дня створения. Святочное мероприемство с гайты нагоды пройшло в управлении внутренних справ облаканкама. Подребязности у наступным материалі. Нагрудные знаки, медали, падяки і слова веншавання у день утворення правоохованной службы Гомельщины были адресованы десяткам неге супрацовников. У самые непростые часы вартавники парадку самоданно змагались за безпеку людей. Некоторые за спокой громадзяна дали свои житти. У святочный для Гомельской милиции день у Музею управлению внутренних справ была передадена шинель супрацовника Чачерского Рауз Ивана Балахонова, який по устагодзе тому загинул про виконанні службового обовязку. В этом кителе погиб у отец, заместитель начальника отдела Чачерского отдела милиции в 1966 году. 50 лет мы его хранили, берегли, а сейчас мне присталась возможность. Мы решили передать этот кител в музей УВД, чтобы для молодого поколения он служил символом мужества. Пусть мы дочери его, у него было две дочери, мы не стали офицерами, не смогли продолжить дело отца. Но его внуки достойно продолжают дело отца, но они офицеры в других службах. Великой узнагородой за самоданную работу для гомельских милиционеров сегодня з'является рост доверу насельництва. При этом периодично фиксуются выпадки, коли звычайные громадяни разом с ними устают на оборону правопарадку и допомагают затримливать злочинцев. Один из таких людей гомельчанин Анатоль Коротчыков. И он вырытывал свою суседку и ее маленькую внучку от узбройного злочинца. За свой героичный учинок мужчина отримал премию Управления внутренних справ. Вышел, я уже услышал сразу крики. И сразу забежал в квартиру эту, в соседнюю. Ну а там уже как-то на самом стану, подсознательно, так вот я все это сделал, задержал и все. Что в той ситуации надо было как-то спасти людей. О том и думал в тот момент. За 97 годов милиция гомельчана умоцевалась, как устойливая и надейная служба охвы правопарадку. У ее складе 26 территориальных подразделений. Сегодня на узброении супрационников с участной техникой и новые методы працы. И кей твердо стоять на подмурку амаль 100-годового в опыту попередних поколений у милиции. В этот торжественный праздник хотел бы поздравить весь личный состав УД Гомельского госполкома с Днем Рождества. Пожелать успехов, реализации намеченных планов. Хотел бы, чтобы каждый из сотрудников проникся тем чувством, что УВД насчитывает такой достаточно авторитетный возраст. Я хотел бы пожелать еще раз крепкого здоровья каждому, семейной обустроенности и решения всех поставленных задач. Ганна Ковалева, Максим Савин, Валерий Гапанько, телерадио компания Гомель. Республиканский семинар школы детячого гастроэнтеролога. По черзе проходят во всех регионах краины. На мероприемство обмерковывают проблемы профилактики, лечения и сучасные терапевтичные методики. Подробности встречи у Гомеля в нашем наступном материале. Команда специалистов за республиканских медицинских центров и представников Министерства охоты здоровья сустракается с медиками регионов. На месяцах выучаясь научной проблемой, головная допомога изнасти шляхи их выращения. В городе над Сожем республиканский семинар. Школа детячого гастроэнтеролога отбывся на базе медицинского университета. Педеятры, детячие хирурги, морфологи сгодные. Одна из головных проблем. Сегодня рост патологии, которые ранее у детей не сустракались. К нам пришли новые нозологии, то, что мы называем омоложение заболеваний. И пришли новые проблемы, с которыми мы, может быть, ранее не встречались или мы не готовы в одиночку решать эти проблемы. Поэтому вот только мультидисциплинарный подход, обмен мнениями, обсуждение пациентов позволит нам решить эту проблему. Заразу в Гомельской области 270 тысяч детей. Из них прикладно у 7 тысяч хроничный гастрит. Язвовое захворование прикладно у 350 маленьких пациентов. А позже 10 годов этой личбы растут. На семинары пришли до акульной высновы. Связано это с заживанием празмерно химизованных продуктов. Чипсы и газированные солодкие напои надолго затрымливаются у страунику и меняют кислотность. Выником такого горчавания не редко становится протяглое леченье. Вообще у нас медицинская помощь детям с этой патологией оказывается как в детской областной больнице, в улице Жарковского, так и в областной больнице на братьев Лизяковых. Есть специализированное отделение. Семинар, конечно, нам поможет во многом, потому что Минск не секретно более высоком уровне. И по оснащению оборудованием, и по количеству специализированных центров делается практически весь спектр обследований, который позволяет обследовать детей. Коли сказать об Гомельщине, то техника, якая тут иснуешь, матучим отстае. Эндоскопичное обсталявание, як правило, дорогое, и забеспечит им кожную региональную больницу в области складана. Однако в уголовных медицинских установах, таких як детячая областная больница, яно есть. Тут эндоскопичное доследование можно проводить навод новонародженным. Ганна Ковалева, Ихар Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». На Гомельщине отзначили День помнеков и историчных местцев. Чим у гэтом плане може похвалиться наша в область? И кем я стены привабливают туристов и археологов? Алексей Нсеров наведаў Калинковицкий район. Сёня ў Беларусі налічываецца каля тысяча старожытных городищаў. Недзі 30 зык знаходзіцца ў Калинковицким районі. Падчас экскурсіў супрацовнікі Державного крызнавчага музея обовязкова пакажуць каменныя сякеры і ножы тагош перііду. Глядзі, чына минулая ста годзі, яны дарэчы і зараз ў працовнім стане ёкка рэжуць паперу і драўніну. Усі гэтай рэчы ў Розны аджасы знайдзіны пачас раскопок на мясовых городищах. От адносно невядіких, па мерам прикладна 100 на 70 метрів, до саправдных старожытных городов. Самым крупным городищем на территории нашего района является городище на территории современного населенного пункта Юровичи. Это городище было городского типа, оно датируется эпохой Средневековья и является самым ранним на территории Беларуси. Называть докладное место знаходження усіх городищев супрацовніки Калинківського Державного Калинківського музея не спешаються. Перш за все, каб не притягнути до їх увагу так званых чорных копальников. Магчима нічого саправды каштовного, яны не знайдуть, але історичне місце пошкодзіць. Так званое болотное городище було засновано недзі 3000 годів тому. Па одной із версій, наші вельми далекі протки проводзіли тут своє язычніскі абрады. Так що вельми вірагодна, що недзі у землі і до цього часу заховуються і стуканы, і арылы, і дашь Бога. Непосередньо Калинківське городища практично повністю знішили у 70-х годах минулого стагодзі. Причім не чорные копальники, а тагочасная улада. Почас будавництва дороги з городища вывезли десятки тонн пяску. Рештки, які засталіся зараз, уже не вельми нагадують, що тут неколі жили люди. Перші з іх пришли сюди прикладно 3000 годів тому. Потім тут змінилася нікалькі культур. Правда, як називали себе далекі протки сучасних калинківичан, ми, напевно, не доведуємся ніколі. Геродот називав цих людей «невры», що в переводі означає «оборотні». Бысь може, поэтому в наших сказках і легендах беларусів, і в Полесі в частності, сохранилась тільки сказок і історій про Валкалака, перевертрення. Ученые лечить, що назва Калинківича утворилася від церковно-славянського каль, місця серот болот. У старожитності тут саправдів було нікалькі реки болот. Одна з речек заховалася до нашого часу, хоч у вийніку мільярацій, теперіна більш нагадує канал. Перша початкова назва кавня означає «чаровная». Кажуть, що у жнівні і вересні, нідзі у метрі над водою можна бачить вільми пригожий туман. Повне ураження, нічого саправді, нізя много. Сьогодні у Горадськім Центрі культуры у Гомірі отбудзіться концерт пад назвай «Лєта назавсёды». Гэта сумесный праєкт гомірськага аутара і виконавця Вячеслава Корсы і українськага компазітора Александра Удавенкі. Вячеслав Корса – гомірський музыкант, лаурадж матліких конкурсів у Беларусі, Росії і Україні. Александру Удавенка – український композитор, який отримав популярність після выходу у ефір «Серіяла Сваты», для якого написав музику. Сьогодні артисты представять як вийнік сумесной творчісті, так і своя особистая композиція. Коли проект отримає поспіху публіки, артисты отправяться на хастролі по Беларусі і Україні. Поскольку це все в начале свого пути творческого, поэтому в даному концерте, который ми будем представлять 19 апреля, буде представлено, що ми зделали значимо, скажімо так, по отдельності, ну і то, що ми вже успіли зделати вместе. У гомірі пройшов фестиваль танців «Агонь у сходу». Більше як 300 у дельниц проставили оригінальнія постановки. У сходні танцы гэта не просто рытміка, але і прыгожая костюмы і саправдная актерская майстерства. Як оказалося, гэта від танців у гомілі набірає популярність. У правонанні з минулым годом у дельниц фестивалі удвая більш. Приехалі танцовщицы навад сусідніх країн. Самай юной у дельниц ці 4 гады, а старейшій крыху більш за 60. Са 150 номаров компітентна журы значла лєвше у кожной з 10 номінацій. Гран-при увезла у Москву юнійорка Алёна Босова. Участники, коли готовяться к якому-то конкурсу, естественно, вони розвиваються, вони смотрять друг на дружку. Они как-то стремяться, шьют нові костюмы, то і стараються. Але, несмотря на то, що наш фестиваль проводзіцца во второй раз, уровень уже на данный момент видзін. Першая з трох махчымых у гэтым сізоні фінальних супредстоянні з БНТУ «Белас» засталося за гомілем. У Літві прайшоў заключны этап жанучай гандбольной Балтыцкай лігі. У фіналі сустрэліся два непрымірымыя сапернікі. Гомельчанкі паквіталіся за домашнє паражэннія тыднёвай даўніны ў чемпіонаті краіны. У фіналі Балтыцкай лігі Гомель был на голову мацнєйшы – 36-27. Мала хто сумніваецца, што гэтай дві команды будуть аспрэчваці два внутрэных трофея – Кубок Беларусі і Чемпіонства. Так што наперадзі яшчы не адно захапляльныя супратстоянні лідра ў беларускага жанучага гандбола. Гомельчанка Марія Мамашук завоевала права выступіць на лєтніх олімпіскіх гульнях 2016-го года. У сербскім горадзі Зрэннініні борцы разыгралі путёвкі у Ре-де-Жанэйра на ёрапецкім кваліфікаційным турніры. Марія Мамашук прабілася ў фінал спаборніства ў вагавой катэгоры да 63 кілограмаў і забязпэчала сабе пропуск на гульні. У пайдэнку за золота беларуска была мацнэйшай за росіянку Анастасію Братчыкову. І гэта была пошній інформація выпуску. У студы працывала Наталі Ігнатянка. Усяго вам добрага і да новых сустрэчу ефіры. Дякую за перегляд!